Всем привет! Меня зовут Ирина Шкодрина. И я не буду скрывать, меня заинтересовал проект, который я сегодня увидела в рефджобе, в рекламе. Связан проект с биткоинами. И меня он очень сильно заинтересовал тем, что можно зайти здесь на вход разный, но минимальный вход это на 1 доллар, грубо говоря. 3,05. 3,05. Можно заработать неплохие деньги. Проект индийский, матричный. Буду регистрироваться сейчас в режиме онлайн, но с паузами, потому что буду смотреть ролик. Главное, что здесь нужно зайти и завести сразу деньги на кошелек, ну не на кошелек, а с кошелька блокчейна 1 доллар. Если не заведем, в течение 8 часов аккаунт аннулируется. В общем, будем решать проблемы по мере их поступления. Этот проект хоть с небольшими, но вложениями. Поэтому я просто прошу, если кого-то не интересует, просто пройдите мимо и информацию эту пропустите, короче. А я начинаю регистрацию. У меня, как всегда, Ирина 180. Gmail-овская почта. Как всегда, не помню, на каком языке у меня стоит клавиатура. Так, вводим свой пароль. Повторяем. Нет, повторяем здесь. Я в refjob заработала. Могу позволить себе. Так, first name – это у нас имя. С большой буквы пишем. Last name – это фамилия. Теперь страна. И еще, когда регистрация проходит, ни в коем случае не переводите на русский язык. Всегда в оригинале старайтесь записывать. Лучше смотрите ролик и делайте, если будете регистрироваться. Россия. Теперь телефон с кодом. Секретный вопрос. У меня всегда first name – имя питомца. First name – это будет типа пин-кода. Не забудьте его записать. И, как всегда, ответ. Как зовут вашего питомца. Смотрим, что тут у нас еще. Галочку стоять не надо, ничего. Ну-ка. Все мы заполнили. Спонсор. Спонсор у меня Сергей. Тот же Сергей, которого я взяла. Именно с проекта refjob я прошла по его ролику и взяла его ссылочку. Сохранить пароль. Нет, я думаю, что это не пароль. Это почта джимайловская. А нам нужен будет логин. Теперь нам нужно зайти в свой аккаунт без подтверждения. Теперь уже можно залогиниться. Нажать логин. И пишем все-таки юзернейм или email адрес. Все-таки юзернейм. Значит, пишем логин. Если сейчас не пройдет, значит, будем вставить. Так, запомнить. Не буду нажимать запомнить. Нажимаем single in. Что он нам там пишет. Заходим. Зашли мы в кабинет. Значит, по логину. И вот сразу же пошел отсчет. Времени. Это что нам пишут. Сейчас прочитаем. Перевисим на русский. Битчемп. Называется проект. Ох, не знаю. Что-то не переводит. А, переводит. Идет вперед с 30-тысячными сильными членами. Так, так, так. Это нам не надо. Я подготовила биткоин-кошелек. Теперь нам нужно будет нажать сюда. На верхнюю строчечку. Чтобы нас добавили кошелек. Мы рекомендуем использовать блокчейн-бумажник. У меня это есть. Можно писать, что не показывать это снова. Теперь я вставляю адрес кошелька своего. И название. Название блокчейна. То есть нам нужно скопировать блокчейн-блокчейн. Вот так вот. Блокчейн-инфо. Копируем. Так. И заходим в свой кабинет. Название сайта. Блокчейн я вставляю. Блокчейн-инфо. Теперь имя питомца. О господи. Это наш секретный как раз таки ответ. Ага. У меня он даже сохранился. Ну пойдет. Нажимаем отправить. И ждем. Так. Пишут зеленым. Значит все нормально. Это мой кошелек. Так. Пошел. Пошел. Так. Продолжение следует. Продолжение следует... Теперь делаем апгрейд, обновление до следующей стадии. Нам нужно оплатить вот эту сумму. Нам должны предоставить кошелек, на который мы это все должны отправить. Вот и наш номер кошелька, на который мы должны отправить средства. Мы его копируем. Некоторое время было без звуков, потому что я думала, что стоит на паузе. Ну, просите меня, пожалуйста. Нажимаем отправить. У меня на балансе всего лишь 2 доллара, поэтому... Поэтому я доллар пожертвую, остальные я деньги уже вывела. Так, вставляем. И вписываем 0, 3 нуля, 5. Следующий шаг. Отправить. Просто нажимаем. Мы успешно отправили биткоин. Теперь мы нажимаем галочку. Вот этот квадратик. И копируем последнюю транзакцию. Вот эту верхнюю транзакцию. Так. Что-то я не скопирую никак. Да что ж такое? Не тянется, что ли? Давай, давай, давай. Вот так. Да? Теряю я ее. Так. Скопировала я ее. Иду в свой кабинет. И вставляю ID транзакции. Сложновато. Точная сумма. 0. Так. 1, 2, 3, 5. Нажимаю отправить. Окей. Зеленым загорелось. Теперь нужно подождать. Пока транзакция не подтвердится. По крайней мере у меня ушла полосочка. Вот эта вот. Которая отчет времени. Значит все нормально. Пока на этом заканчиваю ролик. Продолжение следует. Субтитры сделал.